Без каких-либо жалоб, замечаний и заявлений. Так, в областной избирательной комиссии охарактеризовали прошедшую избирательную кампанию. Во вторник, 21 сентября, там состоялось подписание итоговых протоколов о результатах выборов, в ходе которых совсем бесспорных ситуаций всё-таки не обошлось. Подводя итоги выборов, в обл. сберкоме отмечают, среди 24 обращений, поступивших за весь период проведения избирательных кампаний, нет ни одного, которое могло бы повлиять на результаты воли изъявления. Только в пролетарском районе Твери из-за нарушения порядка подсчёта голосов были признаны недействительными результаты выборов по одному избирательному участку. В целом же, подписывая итоги протоколов, члены комиссии были единодушны. Ставлю на голосование проект постановления. Кто за, против, воздержались, принято единогласно. Коллеги, я сейчас запускаю вам для подписания два экземпляра протокола. Напомним, что по результатам обработки всех протоколов и приявки избирателей в 42,46% на выборах депутатов Госдумы в Тверской области с результатом в 35,4% лидирует партия «Единая Россия». Далее идут КПРФ, «Справедливая Россия за правду», «ЛДПР» и «Новые люди». По одномандатным округам в нижнюю палату федерального парламента прошли Юлия Саранова и Владимир Васильев. Ещё одна важная кампания — выборы губернатора. Убедительную победу одержал нынешний глава региона. По результатам голосования наибольшее количество голосов, 225 020 голосов, набирает кандидат Руденя Игорь Михайлович, что превышает 50% необходимых для избрания губернатором Тверской области. На выборах депутатов законодательного собрания больше всего голосов получила «Единая Россия» — 35,43%. У КПРФ 21,54%, у ЛДПР — 11,23%. «Справедливая Россия. Патриоты за правду» набрала 11,15%, а партия пенсионеров — 6,01%. Решение о количестве мандатов, которые все они получат, избирательная комиссия Тверской области примет 22 сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова